Важнейший показатель, важнейший показатель, с которыми работают во всем мире у нас, кроме дымок, никто не работает. Образование матери. Да, образование, даже не так доход, который, конечно, очень важен, как образование матери. Но что влияет образование матери? На то, что она поведет ребенка к врачу. Вы знаете, я сталкивался с случаем в одном городе, где малограмотные матери до такой степени запускали детей, что диагноз ставился только потому, что я туда приехал с бригадой специалистов. Потому что мы знали, что это город неблагополучный. Но подождите, если во всех городах, которые входит в федеральный проект «Чистый воздух», матери сейчас поведут своих детей просто потому, что они знают, что воздух нехорош в этих городах, что будет? Давайте начнем с более простого. Не надо везти там детей, тем более, когда мы говорим о таких миллионах городах, как Красноярск и Челябинск. Это города, в которых есть медицинские институты, в которых есть кафедры педиатрии. У нас есть прекрасное руководство по бронхиальной астме у детей. Там все написано. Как можно создать вот такой регистр детей с бронхиальной астмой? Давайте хоть по какому-нибудь городу, вот как я сказал, я это делал по Москве. Мои коллеги делали такую же работу по Красноярску. Кстати, много-много лет назад. Ну, понимаете, конечно, хорошо бы оперировать более свежим материалом. То есть эти свежие данные могут как-то повлиять на эффективную реализацию федпроекта? Они могут понять хотя бы примерно, что происходит в этих городах не только с показателями смертности, но и такими показателями, как бронхиальная астма у детей. А дальше есть целый комплекс управленческих решений, недорогих, я подчеркиваю, недорогих.